Здравствуйте! Вы смотрите программу «Моя планета» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях ученики 4-го класса Одинцовской школы номер 7 вместе с руководителем Еленой Михайловной Лукашевой. Здравствуйте, Елена Михайловна! Здравствуйте! Здравствуйте, ребята! Рады видеть вас в нашей студии. Я очень рада с вами познакомиться. Елена Михайловна, совсем недавно вы и ваши воспитанники вернулись с 5-го международного конкурса научно-исследовательских работ. Расскажите об этом конкурсе. И я так понимаю, что вернулись вы не с пустыми руками, а, конечно же, с результатами и с наградами. Да. Я, наверное, хотела бы сказать, что мы писали работу «Бессмертный полк» нашего класса. В этом участие принимали все наши ребята. Потому что в конце 2-го класса мы по окружающему миру проходили тему о Великой Отечественной войне. Я давала задание каждому ребенку написать проект о своем дедушке или о своей бабушке, которые воевали о войне. Ребята сделали очень хорошие доклады, принесли фотографии, написали о своих родственниках. Когда мы собрали всю эту информацию, нас заинтересовала очень тема собрать все вместе этого едино и сделать альбом нашего класса. Ну вот этот альбом я бы хотела, конечно, показать нашим телезрителям. Этот альбом сегодня здесь находится в студии. Но я бы даже, наверное, сказала, что это не альбом, это целая книга у вас получилась. Очень яркая, очень красивая. А самое главное, здесь есть и дети, и их... Каждый ребенок у нас был предоставлен, фотография у нас ребенка, и рассказ о своем дедушке, который мы презентовали также на уроке. Собрали мы альбом, и с этим альбомом, конечно, с этой работой мы сначала выступали на школьной научно-практической конференции у нас в гимназии, где мы заняли первое место. Кто у нас побеждает в нашей гимназии, потом мы идем на районную научно-практическую конференцию. На районную мы также приняли очень активное участие. Там мы заняли второе место в районной конференции. Но мы на этом не остановились, мы стали свою работу использовать дальше, потому что работа очень интересная, написана с большой любовью о нашем прошлом. Поэтому мы нашу работу стали размещать на разные конкурсы. И одним из таких конкурсов у нас был конкурс «Старт науки», куда мы разместили нашу работу, на работу наша понравилась, мы там заняли места, мы стали победителями, и нас пригласили на очный этап, куда мы с удовольствием, с родителями и с ребятами поехали. Ну, более того, очный этап проходил в городе Сочи. Да, мы отправились в городе Сочи, купили билеты на самолет, не раздумывая, туда мы полетели. На этом очном этапе там очень много было учащихся, выступало в день по 250 человек. То есть мы пришли, там был большой, огромный зал. У нас есть программа конференции, там мы находились. И дети, конечно, очень, дети у нас не переживали, дети у нас были довольны, счастливы, что туда приехали. Учителя, конечно, мы переживали, как мы выступим, но выступили мы все очень хорошо. Дети вышли, довольны, счастливы, все рассказали, и мы стали победителями очного тура. Нам были вручены грамоты различные, кубки нам вручили и медали. Приехали мы домой счастливы и довольны. И решили продолжать, также нам «Старт науки», очень этот конкурс понравился. Уже пишем проекты, следующие для этого тоже участия в этом конкурсе. Лиза, вот расскажи, как работали над этой книгой, насколько действительно вот этот проект понравился каждому из вас? Ну, то, что папа написал письмо, ему ответили то, что Андреич Кадемий Петрович попал в плен и умер в 1944 году, похоронен в Германии. Ну, то есть ваша семья не знала, да? Он числился без вести пропавшим, твой дедушка, правильно я понимаю? И твои родители решили все-таки найти информацию, как погиб, где погиб их дедушка. Да. И у них это получилось, и теперь твоя семья знает эту историю полностью, да? Которая вошла в эту книгу. Вот расскажи, насколько действительно тебе нравится вся проектная деятельность, тебе нравится принимать в этом участие, ездить на разные конкурсы, рассказывать о вашей работе. Мне нравится получить медали и кубки. Ну, чтобы, нужно сказать ведь честно, да, чтобы получить медали и кубки, нужно очень много сделать работы, очень много и хорошо подготовиться к выступлению. Как вы готовились, как вас принимали члены жюри, кто вас заслушивал в Сочи, как проходила защита вашего проекта? Ну, мы рассказывали с выражением, и там должны были задавать вопросы, они не задавали, они просто плакали. Так поразил членов жюри ваш проект. Артем, какие у тебя остались эмоции, впечатления от защиты вашего проекта в Сочи? Очень хорошие. Какими напутственными словами вас отправляла на защиту Елена Михайловна? Что вам говорили ваши родители? Ну, наши родители говорили, не бойтесь. Можете считать этот зал почти как ваш колостока побольше. Ну, существенно, да, побольше Елена Михайловна? Существенно побольше, да, у нас был зал. Но все-таки дети, так скажем, ринулись в бой, все волнение осталось позади. У нас вообще большое, огромное спасибо, нужно сказать нашим родителям. Потому что даже начиная с первого класса, мы начинаем заниматься проектной деятельностью, без мам, конечно, никуда. Поэтому маму у нас и Артема, и мама Лизы тоже очень большую работу проделали для того, чтобы написать эту работу. И вообще большое спасибо, конечно, родителям, которые нам во всем этом помогают. Потому что проектная деятельность – это совместная работа учитель, родители и дети. Как вы считаете, насколько действительно нужна проектная деятельность детям, родителям в том числе? Я считаю, что проектная деятельность очень важна. Потому что даже если взять у нас Артема, мы начинаем выступать с первого класса. Артем первый год, когда выступал, он нас очень боялся, да, Артем? Ты помнишь? Да. Он пришел у нас, набрал воздуха и даже не дышал. Я думала, что он не расскажет до конца свой доклад. Он его прекрасно рассказал, тоже занял у нас призером он настал. Лиза у нас в первом классе была уже победителем, тоже работу писала. Но начиная сейчас, мы приходим с ним, когда на район, на конференцию, мы говорим, Артем, ты боишься? Он говорит, а чего там бояться-то? Уже просто встал и рассказывай. Уже как бы дети раскрепощаются, не так им страшно становится. Как бы работа вообще видна и заметна. Прогресс у детей виден. Но все-таки в четвертом классе вы тоже будете делать совместную, общеколлективную работу, либо у каждого ученика есть своя индивидуальная работа? В четвертом классе дети уже подросли, и они уже хотят делать свою работу. Вот у нас Артем, например, очень заинтересовался темой о войне. Да, Артем? Да. И в этом году он тоже начинает писать у нас проект. Про кого-то расскажи. Расскажи о своем проекте, какой будет в этом году, о чем будет твой проект. Ну, я хочу, вернее, как сказать, я придумал название проекта, для чего нужен спорт. Я вот слышал на конференции, что один мальчик про кейсбокс рассказывал, сколько учащихся учеников занимается спортом. Какими спортами? Например, хоккей или фигурное катание. А ты каким спортом занимаешься? Хоккей и бадминтон. А ты считаешь, нужен вообще для ребенка спорт, и почему? Ну да, думаю, что для ребенка спорт очень полезен, потому что он укрепляет здоровье, интерес укрепляет. Ну, ты будешь пропагандировать здоровый образ жизни и, конечно же, будешь призывать всех заниматься спортом. Да? Наверное, это будет ключевая цель твоей работы. Думаю, да. Вот уже Артем у нас не зря съездил на конференции, потому что мы говорили о теме война. Начинали мы проект «Думали в четвертом классе». Он, видимо, посмотрел, и он заинтересовал теперь спорт. То есть помимо выступления вы на конференции еще также участвовали в обучении, в каких-то семинарах? Семинары были для учителей. Мы тоже там как бы выступали, мы тоже получили грамоты, получили за выступления. Семинары у нас были только выступления детей. Там длились они у нас два дня, и там было по 230 человек было в день. Поэтому семинаров там у них не было. Удалось с кем-то познакомиться, возможно? Познакомиться вообще много с кем. Общаться, продолжить уже в профессиональном плане, обмениваться опытом. Так получилось, что мы даже проживали, когда у нас соседи были из Венигорода, наши соседи, стали разговаривать дальше, соседи из Нарафа-Минска. То есть там как бы на это была международная конференция, приезжали люди со всех уголков страны. Там были якуты, там были, у нас разные были национальности. Вот как-то возле нас оказали, что как-то мы все были из Московской области. Было очень приятно узнать, что не только мы одни, что еще наше все окружение тоже приехало. И у нас тоже из Одинцова были дети 6-го лицея, из Круглой были школы, выступали. И мы из Одинцова. В общем, Одинцовский район как выглядел на фоне остальных районов России? Замечательно. То есть наши дети самые лучшие? Да, конечно, безусловно. Ребята, Сочи удалось посмотреть? Или только проходило время подготовки к проекту? Видели Олимпийский парк, Ледовый дворец Айсберг, Стадион Фиш, выступления фонтанов еще видели. Мы же постарались не только научной работой заняться, но и просветительской. Да. В том числе культурная программа была у вас тоже насыщенная. После регистрации мы себе выбрали культурную программу и поехали по экскурсии, чтобы не зря побывали мы в городе Сочи. Выступление плюс культурная программа. Что интересует современных детей? У нас темы совершенно разные. Я думала, что мы будем писать о войне, а оказалось, что будем писать о спорте. Дочь у меня, например, мы в этом году завели собаку, она хочет писать о собаке. И это интересная тема. Но у каждого своя тема. Кто-то там у нас уже химией планирует заниматься, говорит, мы попозже будем, но вот уже им интересны какие-то опыты. Направления вообще разные. Очень много детей занимается спортом. Поэтому про спорт тоже очень многие хотят писать. У нас был очень хороший тоже проект. Твори добро у нас, девочка. Мы занимались волонтерством. И в прошлом году, когда стала тема это эти волонтерства, мы тоже создали себе отряд. И вот мы даже ездили с детьми из нашего класса. Делали мы очень много добрых дел. Мы даже съездили в дом престарелых Ромашкова. Мы там делали праздничный концерт для бабушек и дедушек. Покупали им разные угощения. Бабушки и дедушки были очень рады. Глаза у них сияли. Говорят, нам такого концерта никто еще никогда не показывал. Приглашают нас еще раз в гости. Поэтому мы работу не бросаем. В этом году планируем опять посетить и Ромашково дом. Хотим съездить детский дом-интернат. Также можем съесть еще приют для животных. Мы всегда, у нас есть тоже в школе акции различные. Например, акция по кормить бездомных животных. Куда мы приносим много корма для животных. И корм потом передаем приюты. Также есть у нас акции Деда Морозом, Стань Деда Морозом. Где мы тоже приносим подарки для детей из интерната. То есть вы стараетесь участвовать во всех социальных акциях и проектах, которые организованы не только на базе школы, но и на территории Однецовского района. Обязательно. Мы везде хотим принимать участие. Я знаю, что у вас очень насыщенная школьная жизнь. И не только в образовательном плане, но и в экскурсионном. Где уже удалось вам побывать? Я просто устала загибать пальцы, считая, в каких городах и на каких экскурсиях побывали вы вместе с вашими детьми. Все мы очень много экскурсий у нас по Московской области. Но мы уже стали и дальше себе находить дорогу. Поэтому мы уже съездили в Великий Устёк. Мы были в Мышкине, были в Ярославле, были в Санкт-Петербурге. Были в Угличе. Сейчас мы планируем поехать в Кострому к Снегурочке. В конце года мы едем в Казань с ребятами. Но по области мы здесь тоже ездили. В Калугу мы ездили. Что дают все эти экскурсии, все эти поездки? Вот мы даже когда съездили с ребятами в Угличе, мы были, приехали оттуда, стали мы разговаривать. Тему на гидроэлектростанции мы были. Стали спрашивать, какая у нас самая большая ГЭЗа, где она находится. То есть, конечно, понятно, что это все эти экскурсии, они детей развивают. То есть, не только интерес у них, у нас еще и познавательный интерес. Мы много узнаем нового, много интересного, того, чего мы не знаем. Вчера, например, мы были в пожарной части, узнали о работе пожарных, посмотрели там померили костюмы. Дети некоторые пришли, сказали, мы будем работать пожарными. Ребята, мне вот очень интересно, вы сейчас учитесь в четвертом классе. О чем вы мечтаете? Кем вы хотите стать в будущем? Артем? Ну, я, если честно, хочу стать либо хоккеистом, либо массажистом, либо оператором. И комментатором тоже. А, оператором, комментатором спортивных матчей? Да. Лиза? А я хочу стать дизайнером, художником и все. Ты хочешь развиваться в творческом направлении. О чем вообще мечтают ваши дети, Елена Михайловна? Раз вы так много всего посещаете, очень много занимаетесь профориентацией, в том числе детей, да, и пожарной части наверняка, и в УВД когда-то доедете. Вчера хотели, что даже зайти. Все рядышком. Вообще дети, они как бы все разносторонние, у них разные профессии, кто кем хочет быть. Пока как будут. Пока они планируют тем, чем они занимаются. Сейчас они ходят на разные кружки, на различные секции. Что им нравится, туда они планируют. Если ходим мы на спортивную секцию, значит мы хотим что-то связать со спортом. Кто-то хочет на ИЗО, у нас в семье заходит, занимается ИЗО. Она хочет стать дизайнером. Пока у нас вот кто-то вчера побывал в пожарной части, захотели стать пожарным. Совсем немного времени пройдет, и вы будете выпускать этих ребят, они пойдут в пятый класс. Что бы вы им пожелали в их дальнейшей жизни? Потому что как это не грустно, но вам придется расстаться. Это очень грустно, потому что за 4 года, которые мы проводим вместе, мы очень уже привыкаем друг к другу. И когда передаешь их в пятый класс, очень жалко. Потому что как бы они становятся уже свои родные, свои любимые, свои милые. Передавать, конечно, их очень тяжело. Но я хотела бы пожелать, чтобы они оставались такими же в пятом классе, как были в начальной школе. Такими же активными, такими же веселыми, такими же добрыми, чтобы вы принимали участие во всех делах. Спасибо вам огромное, что нашли время, пришли сегодня в нашу студию. Я желаю вам только побед, ну и, конечно же, определиться тем, кто еще не выбрал свои темы новых проектов, определиться с темами и обязательно пополнить копилку вашего класса и вашей школы новыми наградами. Спасибо большое. Вы смотрели программу «Моя планета». Верьте в себя, и у вас все обязательно получится. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok